Мне казалось, что раз я относительно там в узком круге известен, ну как-то так, да, известность такая относительная вещь, мне казалось, что это мне позволяет легко взять открыт агентство и все вот клиенты, с которыми я знаком, просто выстроиться в очереди и давайте работать с Беном. Отнюдь не это. И этого не случилось, потому что как раз это из-за сферы творчества в сферу бизнеса. А люди хотят понимать, что бизнес работает, он надежный или ненадежный. И нужно пройти определенный этап развития, определенный этап очищения, что ли. Ты должен доказать, что ты надежный партнер. И таким образом уже с тобой можно работать. Короче, какую-то историю, да, введение этого бизнеса нужно иметь для того, чтобы говорить о каких-либо успехах. Вот. А этот успех, если он, да, случился, то это спустя три года. А все остальное это были затраты, кошмарные. Меня об этом никто не предупреждал. Я даже об этом не думал. То есть мысли туда не заходили. Мне казалось, что ты умеешь хорошо рисовать. Это уже достаточно для того, чтобы, в принципе, все двери тебе открывались. Нет. Что я бы пожелаю? Наверное, действительно вникать не только в творческие процессы, да, но и понимать о том, что это сочетание двух этих начал, да, с одной стороны это действительно красивые картинки, но которые, за которыми, конечно же, скрывается труд, понимание, скрывается так или иначе и все, что касается финансовой стороны, бизнеса любого, понимание того, что у тебя покупают не только красивые картинки. Красивые картинки – это то, что только мы видим. А вот механизм, как функционирует, это уже другой вопрос. И это вот то, как я понимаю, то, что они вот получат. Ну, моя лекция, она в том числе вот расскажет о том, как можно себе набить меньше шишек, да. Может быть, мой опыт кому-то поможет в понимании того, что, как построить этот бизнес. Ну, не все расскажем, тем не менее, понимание, какое это можно дать человеку.